Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение моей партии за Скифию в 7R Stabilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Всегда лучше смотреть по порядку. Ссылка на нее есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо вам за поддержку. На этом вступительное слово закончено. Приятного вам продолжения просмотра. Нет, я твой истребитель атакую. Именно поэтому я им ходить не могу. Но он походил, он отбился от моего самолетика. А когда он отбивается, он типа тоже не может ходить? Не, давай, конечно, бесконечное количество раз будет ходить. В смысле? Когда ты обычный юнит атакуешь, он может ходить? И хоть пусть это выходит, слушай, да. Мне кажется, там не в этом. Подожди, ты только что его вылечил. Ты же только что вылечил. Потому что я не мог это атаковать и решил его вылечить. Ну, надо было тебя посмотреть. Может тебе просто некого было атаковать, поэтому... Или ты видел мой юнит? Нет, мне было кого атаковать. Так, почему? Еще, ни у одного из моих самолетов не активно кнопка воздушной атаки. Это вообще происходит? Окей, видео мне не положено. Атаковать? Клюв какой-то. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ладно. На культурное у меня времени нет, на научное у меня времени нет. На военное... Сейчас это только пытаться задерживать Лешу. Поэтому мы будем душить его морально. Что это, имеешь в виду, тут душить морально? Нажать кнопку и угрожать ему в голосе. Своими коварными планами. А, ну, у меня коварный планчик. Пора попросить. Просто... Покинуть? Вот. Четова. Первая. Это просто уже все перед смыслом. А что умеет ракету запускать? Шахты, проводные лодки, бомбардировщики. Шахты, проводные лодки, бомбардировщики. Большого робота. А мобильный зеркат зенитки чем отличается? Типа больше радиус? Больше шанс. Можно у всех ядерки забрать. Что за хренька? Количество оружия массового поражения всех игроков становится равным его количеству выбранного игрока. Ну, например, у меня 6 ядерок, если вы проголосуете, чтобы как у меня стало, у всех станет 6 ядерок. Я думаю, голосуем, чтобы у всех было как у тебя. Может, у кого-то больше? Я даже предлагаю так и сделать, потому что у меня как раз 0 ядерок, я все в тебя кинул. Но я очень за, чтобы вы проголосовали за меня. Выбранный игрок теряет все свое оружие массового поражения. Тоже можете за меня голосовать? У меня 0 ядерок. Не-не, я давайте у всех как у него. Да, давайте, давайте. Я уверен, что это, блядь. Я вижу, что он в городах своих строит их, типа там, 7 ходов, 6 ходов. Я сбросил все ядерки на рим. Теперь я строю термоядерки. Нахера мне строить ядерки? Если бы у меня были ядерки, я бы еще кинул. Так это на термоядерки тоже работает. Да, но оно сработает только сейчас, вот на этот ход, понимаешь? На этот ход. Так. И все. Я бы голосовать лучше за Б, я считаю. Не знаю, я бы за Сулеймана голосовал, мне кажется, там за Таил. Я бы тоже за Сулеймана проголосовал. А, за Сулеймана? Нет, может за Саладина? Да, за Саладина я говорил. За Саладина, я бы за Саладина проголосовал. Мне кажется, у него есть ядерки. Я бы кинул у него всякие. Так, торговые пути, я предлагаю... Я не знаю, куда вы там посылаете. Ой, время кончается. Я не успел тоже, блин. Че сейчас будет? Че-то затрынделись. По-моему, у них авто распределяет. Да, там компьютер сейчас сам распределяет. Блин, мне это не подходит. Сейчас будут интересные результаты. А так как у меня не добавилось никаких ядерок, явно куда-то в левую сторону проголосовало. Ну, либо у Саладина ничего нет. Чилини, признавайся, у меня еще нет. Ну, где результаты? Вообще, можно уже поставить результаты. Да, количество оружия массового поражения, как у Саладина. Торговые пути ко мне. Два очка дипломатической победы мне. Всемирные игры не приняты. Да. Это наркомания. Слушайте, а там люкс-то 13 из 20 уже имел. Он, наверное, сейчас хотел дипломатию что-то получить, да? Не, нет. 13 из 20 это после. После. Так что он не получил? Тоже заговорился. Ну, блин, ты в очередь. Я тоже не все, а вторых у меня дипломатии мало. Че-то люкс-то сегодня безобразничаешь. Ну, понимаешь, не можешь все правильно идти. Видишь, я соседа забрал, значит, мне должна игра поднасрать тем, что я буду рассинхрониться каждый раз. Ну, или она мне дает шанс бесконечно ходить каждый раз. Либо ты, Лаганова, китайца забрал. Не, не ты забрал. Нет, китайца забрал голландец. Я же забрал дыма. Лаганова, китайца забрал. Так, мне вообще надо ОБР и МАИ улучшать. Вот, вот этот улучшенный и потом кибернетика. И вообще строить этих человекоподобных... Не фига себе корпус пулеметной роты, ваншот и танк? Да, это было неожиданно. А сколько стоит купить? Может, потому что у меня нефти нет? Наверное. А было же тысячу. Гигантский... Гигантский... Не понял. А-а-а-а! Работала эта! Точно! Ай-яй-яй! Работала... Блин, я забыл. Да. А где там на боевого робота карточка? Но она где-то далеко. Она где-то вот здесь. Да. Нет, урок, все-таки по науке нужно побыстрее идти, понимаешь? Ну, как бы, я, конечно, все понимаю. Ты думаешь? Ну, я так считаю, все-таки. Это, конечно, сейчас был хороший мув, но... Какой? Ну, попытаться убить не два самолета. Мне ходов не хватило. Блин. У меня перекликал в начале хода. Это уже не очень хорошо. Слушайте, а то, что может делать шпион, зависит от того, где он находится? В каком этом самом? Какие районы построены в городе. Да-да. Я вот, собственно, об этом. Ну, как бы, отсутствующую дамбу взрывать сложно. Это понятно. А вот этих самых... Всяких... Партизанами, чтобы взрывать надо, что ли? Пригороды. Пригороды? Ага. Блин, я думал, тут чудо, а тут просто оказывается вулкан. А почему, кстати, все стало вдвое дороже, пацаны? А-а-а, до этого была, что ли, какая-то фома была? Китка. Понятно. Ясно. Дедона, предложение. Не, у меня нормальность. У тебя там усталость от войны, я надеюсь, идет. Да уж, карты, конечно, огромные. Спутники запустил. Я думаю, последний раз в озера играем на... Ну, да, получается слишком скучно какой-то. Все так, карта хрень. Еще сколько в союз идет? Вкладка в союз. А что ты планируешь, что у меня нападать уже? Угу. 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 Блин. Ну вот ту шуми туда авианосец, он закликал просто. Ну так что, какие идеи? Почему постоянно рассинхронировали? Из-за чего? Потому что у цивилизации, а не сетевой код. У меня антивирус выключен. Вообще ничего лишнего не включено. Дискорд истин. Все. Все. Как? Причем тут ты? Мы воскресенье когда играли, то же самое было. Не. В воскресенье вообще никакой интернет. Ну там у меня было проблемы. Мы. Это точно. Ну. В начале да. Да. А потом же ж не только. И спили за худыми с асинхронами. Так это араб мне готовится к войне с тобой или что? Почему ты про союз? Нет, я с тобой не буду. Воевать не планирую. У меня война на другом фронте. Так. Да. Рецепт отвалится. Следующим ходом. Так. Да. Рецепт отвалится. Подождите. У меня уже все караваны. Ага. Я могу караван купить. А не купить, а создать. Так. Давайте вот здесь. Даже. Устроитель. Просто мне нравится с тобой. Типа. Денежки капают. Сиди. Что-то мне нравится. Я не хочу тут на два фронта. Просто я услышал, где посмотреть, когда союз заканчивается. Ну да. У меня тоже стремно. У меня просто впечатление, что ты на меня пойдешь в следующем. Ага. Пока ты не запускаешь спутник, никто на тебя не пойдет. Ты меня есть машина. Потому что, извините, Рим уже как бы собирался его запускать. То есть не спутник, а этот. Лунную экспедицию. Спутник-то мы договорились. А как ты это увидел? Что? Что он запускал проект? Вопрос сформулируй нормально. Как ты увидел, что он уже собирался запускать проект? Какой проект? Я ничего не увидел. Про лунную экспедицию. Ты сказал, Рим собрался запускать лунную экспедицию. А, он вышел в лунную экспедицию. Плюс, вообще-то, в космопортах видно, если в них что-то строится, то видно там. Воседение тоже вышел в лунную экспедицию. Ну, он не запускает, он воюет. Давай посмотрим на его космопорт. Я, раба, плохо вижу, к сожалению. Нет, я просто не знаю, как-то ты увидел. Ты шпионом увидел или, в принципе, что в космопорте что-то строится? Вот я вижу, что в космопорте в Багдаде что-то строится. В Багдаде? Ты имеешь в виду в Хаттине, наверное? Ну, я вижу над Багдадом космопорт. Это прям бежит в Хаттину. Да ладно, ядерка полетела. Видишь, я тоже не сбил ее. Хотя у меня там это стояло. Как ее? Зенитная пушка, и она работала. А как она может не работать? Ну, у Рима вообще не работало, по-моему, сбивание, ничего. Как она вообще работает, не работает? Я просто не понимаю, вот это вот. Она просто стоит же, нет? Ну, если она походила в этот ход, она не будет работать. Блин, какие вопросы вы странные задаете? Вот сейчас она стояла, она стреляла. А, сейчас надо стоять, да? Она стоит и стреляла в ракету. Как она работает? Вот так. Она либо работает, стреляет, либо не работает, не стреляет. Да... Так, ну мне надо апнуть, видимо, все-таки мои тогда зенитные пушки в ЗРК. Для этого надо поставить, похоже, усыщим ходом. У меня Субар Василей не работает, что за фигня. Бракованы. Ну, да, похоже. Ну, вот у меня, клятки, полностью тундровый город, стоит собор, и нет ни одной культуры, я не вижу. Алло. Алло. Да, да. Ты вылетел, походу, опять. Да, уже понял, взлетел обратно. Я тебе говорил, что видишь, что у меня зенитка тоже обстреливала твою ракету, но не сработало. Видел, видел. Кстати, люкс, я вижу, что у тебя собор работает. Люкс... А-а-а, продающий три урана. Пожалуйста. А синих, они вообще стакаются или нет, типа по... Люкс, или турин. Люкс, три урана хочу. Да, сейчас, я хочу еще вот того, что я у тебя покупал. Люкс, я напрягусь и приплыву ядерки в тебя тогда бросать, раз ты так делаешь. О, ты можешь доплыть до тебя, если можно. 42 секунды. Как там можно доплыть, типа? Я не понимаю. Сейчас растают льды. Спасибо. Какие льды? Ну, типа, что тут? И я проплыву. Блин, он там... Ядерки строит. Блин, мне тут надо как-то... Да, без... Я не хочу, я просто не хочу здесь... Это не такой город важный, чтобы прям его держать. Я хочу... Деньги на большого человекоподобного робота. Против него там и ядерки не работают, и вообще все не работает. То есть этот город, скорее всего, захватит Рим. Ну, что поделать. Тут, правда, жалко ракетное это. И месячным кодом надо апнуть. Блин, денег не хватает вообще категорически. А подлодка тоже стрелковая, да? Да. А когда сбываешь авианосец, самолеты тонут, которые на нем были? Конечно, мне на морских картах ядерки не очень прям такая имба, как... Ааа... Я как-то... Я как-то... Даже на Пангее она, типа, лучше. На Пангее хотя бы можно оплыть, как-бы, континент, как-то там, не знаю. А тут вообще... Я как раз на побережье, поэтому... Мне вошло по полной программе. Типа, вы... Все-таки скажите мне, как работает этот сам? Если я сбиваю авианосец. Тонут, тонут самолеты. Тонут. Спасибо. Ну... Скидка на... Улучшение юнитов. Вот это, кстати, можно уже убрать, мне кажется. Но мне... Немного и торговая конфедерация, мне кажется, тоже нафиг. Может, культура дополнительную лучше? Так сделаем. Вообще, золото мне надо. Я не могу учить, пока не будет рабочего. Так. Кстати, прикольно. Если интерклетка затапливается, она становится морем, и центр коммерции мне теперь можно построить рядом с городом. Точнее, Гауи рядом с другом Мерцем на треугольничку. Да, обидно, когда затапливается именно та, которая уже была треугольничком. А почему у меня караваны поломались? В плане? Ну, у меня... Я не могу караваны запускать. Ты, наверное... Ты сортировку выбрал по какому-то этому? Да, может быть такое. Написано... Все. Ну, во-первых, я тут современным танком на твой городок. Так, с любого города... Вообще, с любого, то есть даже где дотягивается... А в доступных караванах что написано? Там много до чего дописано доступных. Две страницы... Посмотри лимит каравана. А, вот это да, да, точно я же города теряю. Все правильно. Китай. Китай. Город. Китай. Ну, давайте все равно тырить тихие. Ой, тихие деньги. И уже тихие, в принципе, хищение шедевра. Тихо. 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 Я так понимаю... Seven Brothers, это... Что, такая студия? Она... Союзная с Brothers, наверное. Тихо. да именно именно так все поэтому я туда стремлюсь к поево уже канал буду стараться рода и капать канал и братков идея армата тебе зачем понадобилось и наши беспонтовые алюминия вообще не нужны а у нее много алюминия на самом деле ресурсов на карте дохрена не вижу территорию рима полностью покажет и мне ни одного урагана не завезло мне тоже ни одно не завезло варварам завезло пришлось у них брать них она норм ни хрен наш си красиво да тюрьмы тему ядерка полетела уже да да некуда посылать час еще термо я верку блин главное что я так понимаю а шахты и и никогда разбомбить нельзя можно прийти разграбить почему нельзя разбомбить а но только сухопутными то есть я не могу этим самым подводками по моему каперами слушай вообще не бы игры знаешь они же как бы вот типа кто лучше играть тот должен победить почему я рассказываете как меня побеждать что это за это там помимо лучше играет нужно есть еще в циве такой дурацкий пункт как эпидемичность ну я про то что кто лучше и кто лучше играет а кто лучше знает какие-то вещи мне кажется не важно кто больше концентрацию держит экады уже нет концентрация это все замечательно просто условно говоря если я не знаю как механики работают так кто-то знает да у этого кого-то если ты не знаешь преимущество нет почему ну то есть школе учится лучше тот кто лучше знает материал это обоснованное преимущество нет но как бы здесь цивилопедия как бы всю жизнь была то есть какие-то скрытые блин вещи такие знаешь прям есть вот всякие штуки дебильные это типа фаст клика да вот это да а эта механика нет как раз фаст клики все равны почему нет и неравны зависит твоего интернета это его компьютер от хоста положение в лобби так результат в итоге ребята аренда слышите аренда лунную экспедицию запустил это к вопросу о том что там улетает кто-то я его пока не беру если чё а что ты делаешь я не могу его взять у меня юнитов не хватает плюс плюс финикиц продает урана риму и рим в меня ядерки бросает ну как бы давайте я щас я щас прикрыт к люкс давай лучше так сделал я прекращу забирать рим пускают улетает растет так нравится просто ему так ураль продает вдвоем в войне нет я щас просто не дарил летит ран продаю продаешь уран осип не продавал я бы его забрал а ты ему продаешь поэтому пускай улетает я напал на рим потому что он впереди по науке было и улетал договорившись с арабом что он улетать не будет ты сделал теперь делаешь все чтобы рим все-таки улетел все равно не начал бомбить я улетать не собирался ну конечно просто так козла вообще там я собирался культуркой поиграть рок-группа начал делать всякие тогда мне казалось у вас у троих договоренность у араба время у тебя что вы кроме спутников ничего не открывает я только с арабом договаривался не знаю как и собирали сделать не 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 рим тоже предложил как раз я это дело я договаривался с арабом потому что я с арабом союзник я с римом никогда не было ни в дружбе ни в союзе зачем мне с римом о чем-то договариваться ну хорошо он у меня у меня отложилось что как бы рим сказал что я открою спутников а дальше у тебя отложился из всех из всех игроков кто не выполнил кто не выполнил это предложение время не выполнил ну так о чем мы кто кто там с кем договаривался мы договорились мы этого не делаем он он договорился когда на него не летели ядерки а теперь на него полетели ядер я не думаю что он успеет улететь куда-то понимаешь вот я честно не верю в это да у него все исследовано есть если я если я не буду если я на него не пути мурчим он успеет типа если лёша дальше не будет он тип успеет просто строишь и все пока зачем ты ему даешь не будет я простым ходом просто не видел что ты уже улетаешь так чем не нафига мне да ладно идти у тебя термоядерка что ли будет это бесплатно бесплатно это не будет но у люкс спасибо нет но я же не должен был смотреть на как на то как его забираешь я его и просто забирал я вообще не забирал я ему кидал ядерки в него зашибись блин и не построили больше не один финики и конечно не больше интересует араб который подбирается все я уже не роду не с арабом воевать ничего тебя интересует араб но ты помешал мне тебе кто-то мешал забирать кого-то забирал подарим как я не понимаю в чем претензии в том что ты дал уран рима и он меня да для того чтобы ваша война длилась дольше вот это вот моя мотивация такая чтобы вы воевали дольше я не буду с римом и я не буду сейчас на него подпуска у меня забирает и улетает нафига мне это делать почему мне ему мешать надо меня была цель побеждать военно человек улетает я ему мешаю улетать он первый был вперед улетал он первый улетал я ему мешаю он даже на него рассказал у него не было еще спутника даже не был его был спутник как раз не было лунный лунный не было у него еще то есть я не удивляюсь я нападаю но он еще запал запускает надо тут купить да блин тут уже нефиг что-то покупать откуда у рима уже 20 урана еще ему кто-то продал нет я ему стопа не сделал новый город и в новом городе который весь в снегах у варваров и отобрал на блин это все трендец конечно там просто ничего кроме снега и урана нет вообще то есть голый голый снежные пустоши я почти взял урина дипломатическое влияние дал ему от силы в даже там сколько было 9 урана всего я ему дал за это дип влияния за 100 за 100 хрен знает что делать теперь и все на этом мое вмешательство ваш конфликт закончу но благодаря тому что ты дал ему урану собственно отбился а его оба затормозили нет он улетает если ты не замечаешь этого и кроме меня на него нападать некому ну грузия может на грузия верится с трудом до люкс ну теперь я давайте деньги мне нужно ядерное пилище на другом конце карты это хорошо кто мне выдаст давай финики деньги а чё у тебя есть у меня есть возможность затормозить рим ну в общем ты меня затормозил теперь я затормозил тебя в ответ вроде как можем мирно разойтись и не знаю теперь тормозить кого арабов там и так далее но если ты мне ульский отдашь вот этот город его уничтожать не будешь а ты его уже не можешь уничтожить давай но это это я считаю финики реально твой проигрыш и прям просто улетит какой причине ему сейчас не улететь вот расскажи что его может что ему может помешать разбомбленная империя тобой она не разбомблена у него я ему разбомбил раз два три четыре четыре города пять четыре города и разбомбил где 5 так вы будете ли на брундузи ребят вы будете мириться сейчас не подожди вот сейчас пятый город найдет что ну пятый город к я же назвал их не уровена брундузи миридолан лунгудун ареции какой лунгудун я лунгудун даже не вижу но ты всю его территорию разбомбил кроме центра города все районы аэропорты так я город же не разбомбил что ты алексей ну и союз то продлеваем или чё да да я всем даю радостно побеждать здесь спасибо люксу неоднократно его есть внешним ходом то есть люкс виноват в том что не дал тебе победить так и задумывалось подождите ты все еще считаешь и захватив тебя побеждал бы это был бы у меня вероятность победить потому что ты улетал как был первый по науке я не улетал не планировал на тот момент если для тебя захват меня не является приближением к победе тогда зачем тебе меня захватывать у нас там никаких личных и прочего счетов нет как это приближение к победе было так финикия захватил инка голландец захватил китай почему я не могу захватить они усилились он цель сколько у них науки сколько у нас науки но только китай не очень мог в дипломатию его немножко не было был этот самый и по почему я не утром на игрок и богус не могу захватить тебя я понимаю можешь но я напал я не понимаю в чем идея люкса я пойду то есть он помог тебе от меня отбиться считая что он меня этим ослабляет и тебя ослабляет но дело в том что меня он ослабил да я при этом не улетаю но тебя то он не ослабил у тебя все также космопорт цел ты все также улетаешь у тебя исследований нанотехнологии исследованы умные материалы исследованы все техи необходимые для улета ты первый портин до что не все у меня космопорт даже не построен если ты откроешь победу увидишь в космопорта даже нету а как ты планировал выиграть тогда вот ты бы забрал меня переварил а дальше дальше бы завоевал ваш тарад воют с другой стороны дальше бывал карта огромная ты бы всех завоевал с ядер почему всех хватило бы тех кто пытается улететь в данный момент просто не надо бы никому улетать было а потом где-то осталось бы 23 человек и тогда бы уже можно было бы на улет поиграть то есть те кто ближайшие соседи и вам извините не повезло а те кто подальше ну поиграем так сейчас подожди люкс от лед ход бесконечный ты можешь ход закончить у тебя каждый ход бесконечный а почему кстати у каждых потому что рассинхрон постоянно я ловлю по каждый ход я чё-то думал что просто вы меня заболтали я обычно смотрю куда вы все заканчивали я смотрю что ход вечный блин когда тут улетим уже вообще тут ход не заканчивается параллельно прожимаю какие-то здания еще и просто поразительно все соседи рима никто ему не помогает ничего не делает люкс в каком-то другом конце карты зачем ты ему помогает при том что он реально влиять не могу приплыть к тебе ты понимаешь чем тебе на меня влиять человек улетает в космос он открыл все техи зачем ему помогать ну просто ну поясни я не понимаю он он еще договорился главное мы не будем спутники запускать типа говорит рим типа он предложил но при этом он сам же свое предложение нарушил мы с арабом это держим нормально все окей меня кину я не я вам собирал сторон группы он и предложение нарушил и люкс ему еще помогает вообще какой-то маразм все в ответ на твою агрессию исключительно так а логика где-то ответ на мою агрессию в чем логика помогать тебе в ответ на мою агрессию так мы по кругу что мы будем ходить еще раз чтобы ты не переварил меня и за счет этого не усилился мы остались типа прислали этом люкс усилился за счет инка голландец усилился за счет китая все супер люкс устраивает он усилился за счет инка я не усилился за счет тебя я же тебя не захвачу и не переварю правильно теперь не надо меня захват переводить ты улетаешь в космос тебе не надо никого захватывать надо было чтоб тебя кто-то захватил но мне не надо было чтобы меня кто-то хватит тебе не надо я пролил я про действия люкса спрашиваю а то сейчас как получается типа я виноват что не дал себя разбомбить до конца да я не как я же к люксу люкса спрашиваю причем тут ты я люкса спрашиваю постоянно уже ответил свои мысли мне хочется чтобы ядерный был катаклизм не в моей части материка не у меня с арабом а у вас вот делитесь на ядерках если у одного урона нет значит я уран дам не было бы у тебя урана я бы тебе уран далась бы он на тебя напал да ты мне сейчас дал деньги читайте сделку скинул не столько сколько ты просишь носки не тогда ладно примете кинул договор ты либо прям еще мы продолжаем дальше тут везде ремонтировать все придется ну я не знаю теперь в чем такой странный я поменяю там вернуть городу потому что это ресурсы в городе такие каждый раз надо объяснять это ресурсы этого города в целом да объяснять надо я никто бывает ну я единственный блин стоит ли мне стать если шанс вижу накопить опять каких-то ядерок и закидать опять рим чтобы он не улетел но вопрос теперь она хрена мне это надо то есть если вот такое происходит я мог забрать рим если бы финики ему не не выдала урана теперь получается то есть я даже дарим они до столицы для до вот до самых жирных городов не добрался а еще человека вот большого человекоподобного робота нельзя за веру нету православных оба чарах ну и знаю блин велики на вас самому строить космопорты люкс а ты что уже походил до ничёси ничёси у меня таймер вот сейчас заканчивать давайте роботов я настрою тебя не было рассинхрон не было сейчас спутник запустится и будет рассинхрон блин серьезно в чем не делать сколько ходу лицемер на него 10 кажется не знаю не помню 10 или 20 так а где там карточки на и карточки на но бычера не здесь типа чтобы быстрее строить что вроде как 8 это странно потому что она очень некрасно значит было 10 и уже два хода прошло да нет мы на этом ходе видео приняло может арицы захватить уничтожить синхрон даже не знаю какие то как личный мир на континенте восторжествовал игра теперь должна простить меня и перестать не рассинхронизировать постоянно мы не допустили вылета еще одного игрока так она не простила только что рассинхронизировать я думаю я из-за этого страдаю там опять наметили никто никто из соседей рима тоже не хочет на него напасть ну потому что реально игрок улетит про меня на рим на ты тут при чем ты держишь договор как-то интересно себя истребить мы провели по окончании все резко перестали летать и сидят такие штокки на земле и спрашивают что им делать работа давайте открытые границы с грузином араб кстати тоже лунную экспедицию запустил но я дальше не для больше ничего не строю от нам просто у меня уже было давно готово типа просто я сижу домики строю не ну а чаще ему не строить хочу ему сидеть пока там рим улетает нет просто сейчас был столько разговоров про то что ну теперь вот он он теперь не держит обещание ну то есть ты спровоцировал вот это вот все делаю да и я считаю что хорошо ну давай теперь ты аравию будешь останавливать так что глобализации надо что-то принять ну реально вот как теперь 5 производства давайте поставим а тут 5 процентов производства вместо центра коммерции га бин гавань производства дает мне все это надо я если что ни одного не гавани только 2 смотрите на а пальдеры конечно у голландии шикарная если еще с этим с озерным чудом семь еды 4 производства 5 золота она там есть находясь на родной территории штука на минус 3 вход так и у кого там какие ученые взяты на улет а какие бывают этот самый который на полторы тысячи я брал я его использовал на спутник но на эту лунный экспедиции 750 я брал у меня он так и висит полторы тысячи голландец да а плюс сто процентов кто-то плюс сто процентов у финики а ты можешь не построить все-таки тогда так что я какое-то чудо построил точно чеченицу норм ну давайте рейну высык магнуса в позырык амании надо ли мне амании в какой-нибудь город государства я думаю нет нет поэтому амании давайте в куль обу или в салоху полевую наверно нет в салоху но тогда я наверно пойду вынесу ну да и стамбул закончился можно и выходить спасибо за игру спасибо за игру всем пока подарай это кто был осман а вот я смотрю у салимана очень мало но он осман сулиман а все блин он вышел но портрете космопорта но его не до конца чтобы он забрал да да я а его что забрал араб пригород так продуктовый из покровки будем отправлять ну и не надо тут космопорт строить когда закончится я построю этого человека подобного робота а пусковая шахта найти построить столько на лугах да и вообще где на ровная поверхность еще на равнине можешь по сути даже в тундре можешь построить просто ровная что угодно не холм обосновывается хищение шедевра че алексей до следующего мы продлеваем союз и в твою сторону пусковой шахты не страну да да но смысл мне с тобой воевать рим мне не дали с этапами тебя останавливать соперничайте все так четко было продумано араб воюет не строит космопорт я останавливаю рим финики эти только сидеть и улетать на самом деле можно было нет сейчас сейчас с арабом наверно повоюешь украдем при том что я реально не улетай даже космопорт не строил но это умер этот а нет кто умер торговец блин потому что видимо ничуть нельзя сделать так оно работает что если я еще не задолбал вопросами по игре механики то вопрос следующий раненый великий человек он не умеет лечиться в принципе на раненый ядерской я просто никогда не видел я раненых великих не самой ядеркой а загадызнением не знаю я не видел великих людей раненых вообще на что они бессмертные это может быть ядерка их убивает но они бессмертные если это там на него наступить пытаешься и так далее это да потому что у него простых и понять хищение тех но кто там это кашу тихи все уже открыли вообще в науку можно не спешить шить еще просто не знаю как вы какая вы и вы 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну давайте попробуем... Монумент... Промышленная зона... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Причем я покровка не самая производственная, хотя взрыв был производственным, не его уничтожили. Ускоряться будет негде. Я там, может, и построю там четыре этих, но где ускоряться? Продолжение следует... А у нас работает связь? Не работает, все молчат просто. Просто такая, да, гробовая тишина. Я начал думать, что я опять выйду там. Продолжение следует... Ну что, космопорт тут тоже построить... Странно, как-то маловато... А, ну тут... Ладно, давайте сюда. Надо здесь купить еще рабочего. Это все очистить. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!